Здравствуйте, уважаемые слушатели курса Управления эксплуатационной работы железной дороги. Сегодня очередная лекция 23. Расчет пропускной способности железнодорожной линии при помощи моделирования. По плану лекции ознакомимся с общими положениями, видами моделирования, выбором имитационной системы для поездной работы и моделированием поездной работы. Для начала определим, а что же такое модель. Модель является описание объекта, предмета, процесса или явления на каком-либо формализованном языке, составленное с целью изучения его свойств. Таким образом, моделирование – это процесс построения и исследования модели. Имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно проиграть во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. Моделирование расчета пропускной способности участка, описание процесса движения поездов, непосредственно расчет пропускной способности. Первая часть моделирования, описание процесса движения поездов, включает в себя изучение поведения потока поездов. Вторая часть моделирования, непосредственный расчет пропускной способности, предусматривает на основании технической характеристики участка и описание сложного характера движения потока поездов, определение при различных размерах входящего потока максимального размера движения поездов на выходе с участка. Основная функция модели движения поездов заключается в том, чтобы на основе описания этого процесса объяснить и охарактеризовать его. Модель может помочь выяснить, каким образом длина поездов и блок участков, профиль пути, тяговые характеристики локомотивов, техническое оснащение участка и другие факторы влияют на скорость движения поездов, межпоездной интервал и в целом на пропускную способность. Если построена достаточно верная модель, то эти вопросы можно выяснить, выполняя соответствующие расчеты на модели, не меняя характеристики изучаемой линии. Преимущества использования модели особенно очевидны, если учесть, что эксперименты на реальных железнодорожных линиях невозможны. Важным достоинством моделирования является возможность учитывать прямые и обратные связи явлений, большое многообразие влияющих факторов и случайный характер процессов. Вот так выглядит функциональная схема программного комплекса имитационного моделирования движения поездов. Исходные данные в блок ВОДА параметров происходит алгоритм пересчета ядро имитационного моделирования, и затем мы получаем выходные данные. Автоматизированная система имитационного моделирования движения поездов обеспечивает реализацию следующих автоматизируемых функций. Расчет различной пропускной способности участков при существующей инфраструктуре. Оценка влияния насыщения участков поездами на эксплуатационные показатели. Оценка изменения допускаемого насыщения участков поездами в зависимости от технического оснащения. Определение перевозочных возможностей участка в условиях усиления технического оснащения пропускной способности максимально допустимого насыщения участка поездами. Плотности потока поездов. Построение диаграммы поезда потока, определение лимитирующих элементов и определение лимитирующих факторов. Оптимизация расстановки проходных светофоров, длин блок участков, обеспечивающие максимальные размеры движения поездов и участковую скорость. Оценка влияния предупреждений об ограничении скорости движения поездов на пропускную способность и участковую скорость. Оценка эффективности организации движения соединенных, тяжеловесных и длинно составных поездов на участке. Влияние на пропускную и провозную способность. Установление взаимосвязи между насыщением участка поездами, плотностью потока поездов и скоростью движения. Определение границ режимов поездной работы на участке. Оценка влияния изменения скорости движения, длины и веса поездов на пропускную и провозную способность. Более подробно хочу рассказать вам о моделировании движения поездов. Ведь важную роль в изучении влияния большого количества случайных факторов на поездную работу играет именно моделирование движения поездов. Такая модель должна отобразить работу перегонов, участков, линий, направлений и сможет использоваться в целях исследования, анализа, прогнозирования и управления движением поездов. Основная функция модели движения поездов заключается в том, чтобы на основе описания процесса объяснить его. Модель может помочь выяснить, каким образом длина поездов и блок участков, профиль пути и другие факторы влияют на скорость движения поездов, межпоездной интервал и в целом на пропускную способность. Если построена достаточно верная модель, то эти вопросы можно выяснить, выполняя соответствующие расчеты на модели, не меняя характеристику изучаемой линии. Модели могут быть разделены на два класса – математические и нематематические. Математические модели представляются в форме уравнений. Хотя такой метод и имеет тот недостаток, что необходимо вводить грубые аппроксимации с целью нахождения приемлемого аналитического решения, но характеристики объекта могут быть систематически изучены при широком изменении параметров и относительно небольших расходов на исследование. Нематематические методы включают как аналоговые модели, в которых используются специальные моделирующие устройства, представляющие реальную систему набором аналоговых электротехнических характеристик, так и цифровые имитационные модели в ЭВМ, в которых система моделируется с помощью программного обеспечения. Подобные нематематические модели при правильном построении дают более точное представление объекта с меньшими аппроксимациями, чем математические модели, но требуют больших затрат на их создание, а также обеспечивают меньшую степень глубины исследования и прогноза поведения системы при серьезных изменениях в исходных концепциях. Отсюда ясно, что для получения характеристик всей системы в целом желательно использовать в качестве первого приближения математическую модель, а затем для детального уточнения характеристик элементов системы использовать нематематические методы. Выбор моделей и алгоритмов расчетов должен основываться на возможности достижения поставленных целей наилучшим образом. По организации движения поездов в качестве цели могут быть достижения наилучшего значения заданной функции, возможность выполнения размеров движения поездов в данный момент времени при минимуме расходов экономии, выполнение заданной задачи в случае использования фиксированной жесткой программы, функционирования технических средств, где надежность, взаимодействие рассматриваемого участка в работе станций и соседних участков для достижения наивысшей эффективности с точки зрения эксплуатации направления или полигона, то есть совместимость. Практический метод выбора цели сводится в оценке возможностей экономии, надежности и совместимости данной организации движения поездов, а затем к выбору в качестве критерия композиции этих четырех величин, основанной на относительной важности каждой из них. В общем случае, имминационные моделирования являются мощным средством решения проблем, которые невозможно решить аналитически. Оно обладает следующими свойствами. Так как собирается огромный объем информации, появляется возможность выполнения детального анализа явлений и проникновения в сущность исследуемого процесса, которые невозможны при обычном натурном эксперименте. Реальность выполнения таких экспериментов, которые невозможно проводить на существующих участках железной дороги, возможность прогнозирования и анализа разнообразных ситуаций, которые могут возникнуть в будущем, но еще не наблюдались на практике. Долговременные явления и процессы в реальной системе могут быть проанализированы за короткий промежуток времени. Возможность оценить важность отдельных параметров что облегчает создание теоретических моделей. Модель, которая имитирует реальную систему, не может быть определена единственным образом, и даже очень сложная система может иногда с пользой имитироваться простой моделью при округлении и агрегировании. Это означает, что многочисленные, но второстепенные элементы вводятся в модель в составе единственного блока. И наоборот, сложная модель может потребоваться для простой системы, если последняя должна подвергнуться детальному исследованию. Точность модели определяется в соответствии с целью моделирования и характеристиками имитирующей системы. Виды моделирования, выбор имитационной системы для поездной работы. Процесс имитационного моделирования системы можно разделить на три последовательно выполняемых этапа. Построение математической и концептуальной модели, разработка моделирующего алгоритма, исследование системы, выполнение расчетов, управления и т.д. с помощью модели. Наиболее распространенными языками имитационного моделирования описывающие дискретные системы являются GPSS, SimScript, Simula. Они обладают наиболее важными свойствами. Экспертные оценки пользователя отдают наибольшее предпочтение языку GPSS, обладающими новыми возможностями, поэтому модель движения поездов на участке создана именно на этом языке. Моделирование поездной работы. Выбор моделей и алгоритмов расчета должен основываться на возможности достижения поставленных целей наилучшим образом. В организации движения поездов в качестве цели могут быть достижение наилучшего значения заданной функции, возможность выполнения размеров движения поездов в данный момент времени при минимуме расходов, экономии, выполнение заданной задачи в случае использования фиксированной жесткой программы функционирования технических средств, надежность и выполнение различных расчетов, взаимодействие рассматриваемого участка с работой станции и соседних участков для достижения наивысшей эффективности с точки зрения эксплуатации направлений или полигона, совместимости. Модель движения поездов на участке может работать в двух режимах, когда заданы численные значения времени при интервалах поступления поездов и функция распределения интервалов поезда образования на начальной станции участка. Программа моделирования на ЭВМ состоит из GPS-части и Fortran-части. Первая часть служит для собственного моделирования движения поездов, вторая используется для ввода входной информации. Процесс моделирования происходит в такой последовательности. Запускается Fortran-программа, вводится входная информация, вызывается GPS-программа, формируются управляющие транзакты, необходимые для работы программы, управляющий транзакт вызывает Fortran-овскую подпрограмму для передачи в GPS-программу входной информации, моделируется поступление на участок грузовых и пассажирских поездов, моделируется движение поездов. В грузовой, в зависимости от показания впереди расположенного светофора, с помощью подпрограмм определяется скорость движения, время хода, продолжительность занятия блок участков, пассажирских в соответствии с графиком движения. При отклонении от него принимаются меры по вводу поездов в график или сокращению опоздания с помощью подпрограммы. Моделируется пропуск поездов через промежуточные станции. Под программой решается вопрос о необходимости временной остановки грузового поезда на станции. После прохода пассажирского решается вопрос об отправлении со станции грузового поезда. После проследования поездом последнего блок участка обобщаются результаты моделирования его движения по участку. Выходная информация о модели движения поездов на участке, размеры движения поездов за рассматриваемый период, плотность потока поездов через заданные интервалы времени, интенсивность движения поездов на входе и выходе с участка, среднее время хода поездов по участку и участковая скорость, время подвода поездов на технические и грузовые станции, распределение интервалов между поездами, На выходе с участка число и время задержек поездов, число блок участков, пройденных каждым поездом на зеленый, желтый и красный сигналы светофора, число поездов, прошедших каждый блок участок на различные сигналы светофоров, и среднее время задержек поездов перед каждым из них, среднее и максимальное число поездов на перегоне и другое. В рамках сегодняшней лекции для закрепления пройденного материала вам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы. Что предусматривает использование моделирования для расчетов определенных процессов? На какие классы можно разделить задачи, решаемые с использованием имитационной модели? На какие классы могут быть разделены модели? Для более углубленного изучения имитационного материала по сегодняшней данной теме вы можете ознакомиться с литературой на сайте modul1tashiif.us Благодарю за внимание. На этом конец лекции.